Ситуация в стране, антинародные законы, распродажа всего и вся. Шаман шел будить сознание людей. И Путина. Путина в том числе, он же человек, он же тоже может одуматься. Ну, полтора-два года его не будет. А вот здесь будьте внимательны, смеете за руками. Кукловоды, они дадут вам лидера. Почему шаман решил, что в Путина вселились бесы и требовалось прийти и этих бесов из него изгнать? Иду в бой, чтобы добывать свободу. Для вас свободу. И когда мы добудем эту свободу, освободим страну от этого кровавого демона Путина. Я вот прошу вас, выберите таких чиновников в России, чтобы они дали свободу регионам, республикам, краям, областям. Не бойтесь самоуправления, не бойтесь свободы. Сегодня мы берем интервью у соратника якутского шамана Александра Габышева Андрея Лукьянова. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Это в миру вас зовут Андрей Лукьянов, а в окружении шамана вы одинокий волк. Шаман нарек меня волком. Может быть не все просто знают эту историю. Якутский шаман в прошлом году нашумел на всю страну, если не сказать больше. Отправился со своими единомышленниками в Москву для того, чтобы изгонять из Кремля Путина с его бесами. История это своим и эпатажем, и замахом на такую глобальную цель, конечно же, сколыхнула общественность. Было притянуто внимание к якутскому шаману и со стороны даже европейских СМИ. Ну и, естественно, правоходительных органов якутского шамана неоднократно останавливали, увозили в полицию, увозили в психиатрическую лечебницу, назначали ему принудительное лечение. Я же ничего не искажаю сейчас. Его то выпускают, то опять забирают. Чуть поправлю. Предав дело политический окрас, шаман шел изгонять демона из Путина, пообещав, что ни один волос с его головы не упадет. Предали некую окраску, изгнание, ну то есть смещение, силовое смещение власти. Поэтому было заведено дело по экстремизму. В первую очередь шаман шел будить сознание людей. И Путина. Путина в том числе, он же человек, он же тоже может одуматься. Мы все находимся под влиянием того или иного общества, в котором мы находимся, наше окружение влияет на нас. Почему шаман решил, что в Путина вселились бесы и требовалось прийти и этих бесов из него изгнать? Ситуация в стране, антинародные законы, распродажа всего и вся в нашей стране, в ВАЗ, Красноярске, ТЭЦ, кому принадлежат? Алюминиевый завод. Кельченко, Еребаска, олигархов. Чеми мнимыми врагами, которые нас пугают, для вот этих, которые все могут повторить, они не понимают, как якобы враги будут уничтожать свои фабрики-заводы, электростанции, которые принадлежат им. Они давно не принадлежат Российской Федерации. Меня в первую очередь приведу к тому, что обыкновенный человек, мы все ищем какие-то выходы из сложившейся ситуации. Человек встал и пошел, понес, что так жить нельзя, что нужно что-то менять. Нам не нужны революции. Именно революции в том ключе вооружения, эти хунты. Народ сейчас не сможет прокормить армию. Все деньги у олигархов. И выиграет опять кто угодно, народ останется в дураках. Но огромное количество людей считают, что мирным путем власть России сменить невозможно, потому что она в руках и мафии, и политических структур, партийного руководства, и бандитов. Возможно, будут какие-то стычки, но они не должны быть столь существенными. Не должно перерасти в гражданскую войну. Она нас добьет. Мы ослаблены. И на почве всех этих претензий к руководителю государства очень высоко поднял голову национализм. Это тоже очень страшно. То есть все беды, как бы вот он демон, а демон олицетворяет, как ни крути русский народ, понимаете? Там очень много подводных травней, они опасны, эти течения. Лечебница предназначена, по идее, для того, чтобы человека вылечить и чтобы ему стало лучше. Каким он вышел из лечебницы после терапии? Ослабленным и подавленным. Почему? Это карательная медицина. Это карательная медицина. В этой стране ничего не изменилось со времен Советского Союза. Имея беседы в городе с Людянко, после того, как меня осудили за коронавирус, они не пожалели судью, суды были закрыты. Препятствовали всячески остановить эту телегу, понимаете? Телеги боятся, они вас боятся, они вашего сознания боятся. Они не боятся этих системных оппозиционеров. Корыто одно. Я вам больше скажу дальней, я дальнейший исход вам расскажу, что будет. Кто-то в эти поправки так уткнулся, ну читайте внимательно. Бессменный подготовил себе пенсию. Прикосновенность. Ну полтора-два года его не будет. А вот здесь будьте внимательны, следите за руками. Кукловоды, они дадут вам лидера с красным оттенком. Этот будет лидер с красным оттенком. В ностальгии очень страшное оружие. Очень страшное. Вернемся к шествию, к походам, перемещениям из города в город по направлению к Москве. Расскажите, какое решение вы для себя приняли, откуда вы двигаетесь, по каким городам прошли и сколько уже километров? 1200 километров. 100 километров я пути не считаю, так как там я пересек на автомобиле, это перевал Култук. Ну даже в прошлом году мы об этом оговаривали, то есть перевал, очень узкое полотно. Там водители и так бьются, тут еще мы. А все остальное пешком и, соответственно, на трассе, там Р-55, М-55, то есть направление город Москва. Я сейчас стараюсь не упоминать имя шамана, к чему призываю всех думающих людей. Александр сделал свое дело, чтобы шаманом стала вся Россия. И где-то на кухне за бутылкой обсуждать. Лучше пусть выходят на площадь и высказывают свои чаяния, чем где-то за столом за бутылкой. Просвещайте, отрывайте людей от зомбоящиков. У нас мы можем повторить в Украине там укропы со своей какой-то идеей. И это же сталкивание, оно ищи кому выгодно, а здравые люди есть и в России, и в Украине, и в Казахстане, в Белоруссии, да во всех бывших наших сестрах и братьях. Подпишитесь на наш канал, поделитесь этим видео, прокомментируйте, что вы думаете о походе одинокого волка. Всего вам доброго!